То, что Бродский поэт с большой буквы, ни у кого не вызывает сомнения, как не вызывает сомнения и то, что он велик как человек. И каждый находит какие-то факты в его биографии, которые западают в душу лично ему. Меня как библиотекаря всегда интересовало, как же относились выдающиеся люди к библиотекам и книгам в целом. Иосиф Бродский в автобиографическом эссе писал, что в библиотеку он обратился впервые в 16 лет по совету матери, когда он ушел из школы и стал работать на заводе. И книгу, которую мать ему посоветовала, это был сборник стихов персидского поэта. Вторую книгу он взял на свое усмотрение. Это было произведение Мопассана. В целом, Бродский столько и много читал, что впоследствии его стали называть одним из выдающихся людей своего времени. Интересен еще тот факт. В Америке, когда он преподавал в колледже, однажды на занятиях его настолько возбудил необразованный невежественный класс, что он взял ручку и набросал в список книг. Это литература, которую необходимо прочесть, чтобы с вами могли разговаривать. Этим списком мы пользуемся до сих пор. Он есть и у нашей библиотеки, лежит на кафедре на абонементе. И наши читатели, к радости или к удивлению, пользуются этим списком и берут литературу с него. Это такая литература, как «Данте Ригьери. Божественная комедия», «Исповедь Августина», «Мысли Паскаля», «Красная и Черная стендали», «Макия Вели государь». Бродский высоко ценил образованность и очень положительно относился как к библиотекам, так и к мирам. Меня всегда интересовало место, в котором родились, жили и похоронены выдающиеся люди. Так Иосиф Бродский родился в 1940 году в Ленинграде, в городе Рик и Кондоров. Он любил этот город, однако вынужден был уехать из него в эмиграцию. Он жил в маленьких городах США, вносил свой вклад в их культуру. Потом жил в Нью-Йорке, где умер в возрасте 56 лет от сердечного приступа. Похоронен он в Венеции. В Венецию Бродский выбрал сам, так как этот город напоминал ему Ленинград. На его могиле выпутал надпись «Не все качается смертью». И это так. Бродский среди нас. Он будет жить до тех пор, когда есть читатель его поэзии. И я среди них. Меня, как психолога по образованию, всегда интересовала жизненная философия и жизненные принципы. Иосиф Бродского, он изложил их в речи выпускникам Мичиганского университета в 1928 году. И это такие принципы. Первое. Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Второе. Умейте прощать. Третье. Сосредоточьтесь на точности своего языка. На точности выражения своей мысли. Четвертое. Старайтесь быть добрыми к родителям. Пятое. Старайтесь не слишком полагаться на политиков. Шестое. Старайтесь быть скромными. 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 Продолжение следует...